Система, да? Открываем, накопаем. Деяние 9-1 здесь. Давайте посмотрим, как Священное Писание говорит. Очень важно тонус отмечать, потому что понятно, что Священное Писание описывает факты. Очень важно чувствовать в статье, как эти факты подаются. Деяние 9-1. Сам же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Гамарск к синагогам, чтобы кого найдет последующий всему учению и мужчин и женщин, связав приводительную статью. Ну, уже вы что ли, да? Угрозы. Убийства, да? Дальше. Дальше. Какую намеренность? Какие? Хватать, да? Глядать. И ведь не выставим на допросы. Ну, а какая цель? Что он хотел добиться? Деяние 22-4. Мы уже эту главу открывали, мы только вот опалили. Деяние 22-4. Я даже до смерти гнал последователей его учения, связывая вот, да? Продолжаем. Деяние 22-4. Связывая их, придавая в теницу и мужчины, и женщины, то есть чувствуем, вот, переключить этих стихов. Как же свидетельствует, там нет и развлечений. Вот тот, у которого он дал письма. И те старейшие, от которых и письма дал братьям, вот все, что это, скажем, там, там его описывает пуха, здесь он сам, давайте поспендовать вам. Живущим до нас не зашел, чтобы тамошних привести в пуховок, плюс один, на истязание. Чего, что истязание? Нет. Кто не имел права, проверим, да, на стенах? Ну, учить, да, людей? Надо бить палками, я поймаю, могли побить, так? Что еще? Остиногоги, помните, отвечали? Надо, в любом случае, какой-то позор, добро. То есть, на людей давили бы и подскорбляли. То есть, каким-то образом пытались, ну, вот, их остановить. И причем не просто каким-то образом совершенно определенно, да, человек надеялся. То есть, мы видим, что здесь вот слова его, это насилие, это давление, для человека заставить, то есть, каких-то вариантов, что у кого-то, может быть, выбор там, правил не допускал. Ну, и еще одно место. Галатам, 1, 13. Галатам, 1, 13. Галатам, 1, 13. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал это волю и опустошал? Это как-то? Значит, это был успех. То есть, он не просто гнал, а он разогнал. То есть, туда, когда приходил парень, я понимаю, там уже не было все. Он уже добивался того, что кто-то убегал, рассеивал, оставлял эти места. Ну, а кто нет, значит, того, мы уже читали, да? Газать, тюрьму, какие-то там уже синитриуманы, уже какие-то серьезные станции уголовные. Вот такой будущий миссионер. Не называя себя первой коринфянам в 15-8 изворка, то есть выкидышами, более жесткой аналогией, я не буду называть, но свою жестокость к христианам Павел никогда не сожалеет о своем парисейском храме. То есть, вот я вижу, читая от Павла, я вижу, вот у него как бы две такие основные линии. То, что я по истории, я молодец. Ну, была бы фашистка. Ну, переборщительно. Был через еще консипиатский христиан. Может быть, там надо было их ругать, ну, а я вот там, так сказать, в тюрьму некоторым бросил, да? Не знаю, я не могу из этих стихов заключить, погибли кто от него, да? Ну, Степан заучастник. Ну, я бы уже поняли, да? То есть, возможно, это был единственный случай, когда преследования, в которых участвовал Сау, они прямо были связаны с лидической смертью. Но, в теме менее, именно это участок записано самым ясным образом. То есть, Павел заучастник убийства и на религиозной почве. Суд был такой, да? Человек спускается, человек не оставляет свое улу по отношению к иудейским убеждениям, как они считали. И вот, его надо убить. То есть, что важно, что я здесь вижу. Павел утверждает, что в любом случае, каким бы он ни был фарисеем, из фарисеева, из фарисеев, выигрышней прийти ко Христу, чем из язычников. То есть, он никогда, ни на одном месте, он не заявляет о том, что язычникам, в плане прихода к Богу, прихода к Христу, в общем, это у него интересное мнение. Это ярко проявилось в его язвительной фразе, когда он делал намечание Петру. Обличал его листомерием. Пантеоз. Галатам 2.4. Галатам 2.4. Немного читаем, потому что тема, может быть, кому-то неожиданна. Поэтому я хочу, чтобы вот этот текст говорил. Галатам 2.4. Но когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельской, то он сказал Петру при всех. Если ты, будучи иудеем, живёшь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, вот очень интересная краточка, смотрите, а не из язычников грешники. Смотрите, смотрите. Вот тут уже такой взгляд. Оценочность стопроцессная. Понимаете, да? Мы по природе, естественно, изначально, иудеи, а не из язычников грешников. То есть, как бы, ну, вопрос, да, откуда приходить, для Павла не стоял. Я уже не цитирую римлянам какую-то главу о двух маслинах, помните, дикая и природная. Это отдельная тема. Это слишком тут большой вопрос. Меня вот узко интересует сейчас Павел и его мышление. То есть, его самостоятельно. То есть, получается, что после Вавилонского плена поистеи, ну, так они потом стали называться, первоначальники были книжники, делали всё, чтобы иудеям не возникло желание подражать вере и обычаям язычников. То есть, уже вот этот Вавилонский плен и разрушение храма, 70 лет изгнания, опустошение страны, тот весь позор и унижение, через который прошли иудеи, он настолько вписался в сознание религиозного того меньшинства, которое пришло, вернулось из диаспоры, чтобы восстанавливать храм, так, что сформировало очень упорное и целестремлённое впечатление действий. Они сказали, плен не должен повториться. Как не трудно было соблюдать отечественные отрезания фарисей Николаев? Может ли с фарисией быть что другое? Давайте посмотрим на факторы, которые сформировали такого человека. Ну вот он в дианиях 26.5 что говорил о себе? Сторожайшее учение, да? И он не считает, что лучше, чтобы оно было немножечко либерально, да? Он говорит, строжайшее? Хорошо. Диания 22.3, вот что он о тебе рассказывает? О том, что этот человек, он умел соединить в себе, вот видите, он был потрясающим мостом между языческим миром и миром Иудеевым. Потому что, с одной стороны, он жил в транспорте Елигейском. Ну, в этом... В Ветхом Завете этот город называется как? Кто знает? Простите. Это в него убегал Иод, да? То есть это территория современной Испании, достаточная для древнего мира удаленная земля от Израиля, как люди говорят, от Идалчи. То есть куда-то там уплыл, на край земли. Это была крайняя точка, в которой торговали им действия царицы. Дальше и корабли не плавали. И вот этот человек родился в диаспоре. Родился на чужбине. Родился в Нью-Израиле. Но при этом умудрился в соответствии все требования иерусалимских книжек. И при этом он довольно-таки хорошо знает иерогическую культуру. Своих письмах фазу цитируют геозыческих поэтов. Минандра, Эдаменида Крийского, Арата Кириевского. Этот человек имеет очень широкий кругозор. Например, приглашая обращение следоязычества, Арата Кирилл, Арата Кирилл использует символику Олимпийских игр. Встречались? Да. Ну кто знает таким, что спорт в то время был куда более жестким и травматичным. Бегуны, как известно, голыми бежали. Бились в то время. Далеко не в масках, как сейчас. Человек там могли и опутывать специальными каскетами, защищать руки. То есть это достаточно жесткий и кровавый был спорт. И Павел не считал проблемой со сладкой. И говорит, вот смотрите как бегуны бегут. Или как он использует, помните, он свою целеустремленность индустрирует кулачным боем. Помните, да? Бьюсь не на неверное, чтобы бить воздух. А куда? Если не в воздух, то куда? Ну куда Барсор бьет, если не мог? Ну в челюсть. Ну как? Ну в челюсть бьет. То есть Павел вот такие выражения. Представьте, проповедите. Вы знаете, как бегу в челюсть. И подражайте мне, как я. Это тоже сам человек говорит. Да. И мы видим у него очень разнообразные мнения. Он бархов. Он прекрасно разбирается в иудейском предании. Цитирует священное писание гораздо больше, чем Иисус. А Иисус Дувравином. И при этом и палатки кожаные жить, если надо, не чуждается. И вроде такой, ну скажем, что такое, да, человек связанный с кожей. Кто из вас, как именно даже современного кожзавода проходил, да, то там снов сбивает. А когда древности в открытых ваннах замачивали кожи, то кожежники всегда жили на краю города, потому что там нормальные люди в том районе находиться не могли. И прекрасно образовать. То есть получается, что вот так, если на него посмотреть, вот это действительно настоящий пенсионер. Он мог понять язычника, он мог понять еврея. Он мог каждый повернуть со своей стороной. И вот это очень красиво видно, когда он в краб приходит, там его охватают, он говорит с ними по-иудейски. Потом его арестовывает сотник, он говорит с ним греческий, да. Говорит, что ты знаешь? Конечно, да. Потом он не обратится к нему. И потом говорит с ними на иудейском языке. То есть это человек, который, ну, действительно, он понимал разных людей. Филиппийцев 3.4, то, что мы читали. Это знание своих корней. Сау происходит из израильского колена, из которого Бог выбрал первого еврейского царя. И нас на него честят. И на как, значит, и на дальний перевод, по-разному, наверное, чтобы мы отличали, или чтобы противопоставить иудейскому Библию христианкой, одинаковые имена по-разному переводим. Саул — это на самом деле Саул, ведь Ходорец. То есть это одно и то же слово. Это Шаул. То есть поэзии первого иудейского царя назван Саул. Ну, или там, например, да, Симон Леонид — это Симеон, один из патриархов. Ну да, один из патриархов. То есть Павел добровольно избрал путь религиозного деятеля и был уверен в том, что ему было открыто. Он нигде не кается своем палисейском царстве. Вот образчик такого мировоззрения — Римлянам 2.11. Я тут надеюсь, что это место было уже вас вообще убить. Как бы там... Вся палискорректность отходится за ним. Римлянам 2.11. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о тебе, что ты путеводитель свепых. Свет для находящихся во тьме. Вот вы вспоминаете Библию Веткозаветные цитации, к которым он может обращаться, да? Помните, да? Свет на собой воссияет. Помните, да? Это же Террица. Это же Витяновский Пророк. Наставник невеж, невеже к тебе обращаться, да? Учитель младенцев, из двух младенцев и грудных детей ты устроил. Это все ссылки на ветки заветки. Имеющий в законе образец ведения и истины. Конечно, он потом говорит о том, что, естественно, любой парисей нуждался в благодати. Это понятно, да? То есть мы сейчас не говорим о том, скажем, о том, что парисей не нужен был Иисус или мир, или они там спасались. Никто об этом серьезно не говорит, или мы все урочи все оканчиваем, чтобы все ядно. Ой, какой выбор? Смотрите. 3-1. Итак. Ну, Павел, да, умеет. Серьезно, подводит итог. Да, подбиваем. Итак. Стрельник. Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? А ну, посмотрите, что Павел говорит. Великое преимущество во всех отношениях. То есть, по сравнению с язычником, быть иудеем, Павел говорит, великое преимущество во всех отношениях. А наиболее то, что им, кому? Иудеям, да? Иудеям верено в Слово Божие. То есть, он говорит, что, да, никакого нет сомнения в том, что лучше перед Богом, быть христеем или быть язычником. И, по большому счету, вот на этом этапе я хотел бы с вами такую мысль предложить вам. Можем ли мы считать нам обращенного вот отчасти язычника? Вот по своему мировозрению. Ничего не знает. Правда? Ни в чем не разбирается. Правда? Вот. То есть, в какой-то период, да. То есть, человек без духовного навыка. Для которого все ново, все в новинку. А как это? А что это? И приходится объезжать элементарные вещи. И вот эти, зачастую нас удивляет, да, то, что Павлу приходилось обращенным из язычников объединять. Что оказывается, братья и сестры. А сожительство со своей мамой? Нехорошо. Вот. Нам не удивительно, да, такая? А вот надо было написать. В Коринфе некоторые непонимали. И многие такие вещи. Надо к проституткам ходить. Ну, это уже норма. Жизнь. Да. То есть, получается, что, чтобы колебаться всяким метром учения, такой человек, пережив слепоту, временное исцеление, массу других знаков и прямое Божье приглашение стать миссионером, вместо этого на три года уходит куда? В Дамасскую пустыню. Туда, куда, где он встретил Иисуса. Он уходит вместо своего ослепления, чтобы понять, как теперь Бог хочет обратиться к его внутреннему взору. Что теперь Бог ему хочет показать? Того, что он не мог увидеть, будучи фарисеем. Он не привык экономить на подготовке. Вот я вижу, что у фарисеев вот это стремление к основательности во всем, это то, что нам стоит унивлять. Он ничего не делает наполовину. Как поёт другой современный еврей, лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. И стрелял, да? Там уж и металл. Жил так учил. Гнать елесть как такового истребления. Любить христа так больше жизни. Проповедовать так всей земле. Искать откровений так чрезвычайно. Ревновать о дарах значит, как это? Духовность. А больше. Просто думал. А больше, да. Помните? Ревновать о дарах. Говорить на языках так как? Больше всех. Помните? Он говорит, да? Да я больше всех говорю. То есть, вроде бы он, посмотрите, насколько он противоречиво о себе высказывает, да? С одной стороны, мы любим подчёркивать, что Павел всегда называл первым грешником. Но он не только истинный. А ещё вот эти вещи. Грешник так первый. Это что, Павел? Ну, а апостол? Апостол настоящий. Всю жизнь этот человек грудью в грудью сбился с теми, кто ставил его апостольский авторитет от сомнений. Ну, а ты ищи, а заживай на камеру руководителя Игорева Павел? Ну, что такое? Ну, ты всё время не такой как Павел. Ну, буквально, понимаешь? Что за самодеятельность на каждом шоу? Второе користи нам 11-21. Та же тема. Та же тема абсолютно. Смотрите. Второе користи нам 11-21. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу, по игровому меню... Ну, тут мы уже видим, Павел мне это фартист. Такой, знаете, в листах игра. То он, то он вроде бы как маленький, то большой, то смелый, то слабый, да? А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смей у меня. Этот человек говорит после своего обращения. Они и вы! И я. Всеми Авраамова. И я. Христовы служители в безумии говорю. А что стоит цена? Ай-яй-яй. Давайте и этот уже читать, так? Мы любим подчеркивать, что Павел меньше. Теперь заберешься. Но он говорит, а? Я больше чем апостол. Как заявочка. Мы до такого, да, фраза? На замечательных. За похвалю. Может быть, категория решить? Лешить мы там. Пока. Успокойся. Я гораздо более был в трудах. Бесмерно в ранах. Более в темнице. И многократно пресмерти. А ты удивился пять раз, да ну мне по сорока ударов без одного. Это сколько раз? Пять по сорок. Сто девяносто пять. Сто девяносто пять, да. Три раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Видите, да? Стефану хватило один раз. А Павла били-били, били-били. А она говорит, выбросили, помните, да? До предела его, да? А трехнулся и пошли. Какой-то терминал. Три раза я терпел, когда я закусил. Это такое впечатление, знаете, что это какой-то щёпло, да? Как модная ветра. Помните? Ночи день пробовал во глубине Москвы. Миллионы, да? Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках. В опасностях от разбойников. В опасностях от единопременников. В опасностях от язычников. В опасностях в городе. В опасностях в пустыне. В опасностях на море. В опасностях между уже братьями. В труде и издурении. Часто в день. В голоде и жажде. Часто в посте. на стуле и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех сослах. А это мне напоминает какого-то заветного персонажа. Кто там спросил Бога ему, запомните, сколько он потратил своего бюджета на домашнее собрание? Не имею, помните? Да? Господи, ты ж запомни! У меня, я все время, я ж из палышки и наместника ничего не брал. Сам их своего, из карманов всех кормил. Вот. И да, вот вас говорит. Господи, ты ж... И вот, это как бы замоком, я думаю, что это все на мерке. Вот он говорит, посмотрите, да, скажем, какие параллели возникают. Забота о всех сослах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто запоздняется, за кого бы и я не воспоминялся. Если должен мне хвалиться, то буду хвалиться немощью с моей. Вот как меняется, да, языки он. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я нужду. Дамаски, областной правительства, я ряд из всего города Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его. Очень, я скажу, сложный и противоречивый человек. Вот не лезет он в обычный аромат. У этого человека была заношена серьезная основа. Он был укоренен. И на этом основании строил. Все мы мечтаем о раступившихся морях. Вот тоже живают они. Вот тоже забавно. Раступалась в море, да, и ночью в день он там внутри. И сидел в том море. Но, похоже, путь к морям лежит через шишки на коленях. От молитвы. Может быть, даже шишки от каких-то уколов браки. И если мы считаем серьезное отношение к мере фанатизмом, то действительно может быть суждено нам отставство в духовном младенчестве. Пророк Елисей, сваливших Течи Песа, Который через 700 лет поверчет Мессия, Был известен как Тот, Который подавал воду на руки Ильи. То есть человек начинал с мало. И прежде чем Бог даровал Ему Духа Своей мерой, Он был испытан самым страшным испытанием, которое сегодня в кости с нашей леды, Чет повседневности. Я ничего не читаю, если в параллели какие-то искать вот этот пример, Что Елисей там все догонял, что его там били палками. До этого дойдет. А нужно было вот... Ничего не происходит, да? Вот Бог ему говорит, да? Он, этот богатый юноша, оставил свои 12 пар волос, Влистательную жизнь богатого наместника, И подает воду наручу праву. Большое начинается с малого. Парал хорошо учился, много водился, Взубрил тисание, Следовал подсчитанным. Есть истребитель. Истина по статистике. Истина по статистике. Нам нужно стать фаристерией. Как это? А после? Потому что фаристерий тверд в вере, Требователь к себе и другим. Это правильно? Это хорошая черта? Или всегда будем колебаться с этим ветром мучения? Или всегда будем хавать нового колена? Что мы будем считать нормой? Какого? Где пролезает духовный путь? Ведь Христос сказал себе, что я что? Я путь, правильно? Как мы идем? Куда идем? Мы ожидаем, что всю жизнь мы будем держать человека в некоем состоянии духовного младенчества, когда огласки вот тут, не отличают правой руки артериалы. Это норма. И есть у нас ни одного человека, который чаялся, любит в каждом выступлении, практически приводит с его стороны, с его точки зрения очень серьезный аргумент. «Отгры» 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 Продолжение следует...